Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите Литовское время и в начале коротко о темах выпуска. Сейм Литвы не стал преодолевать вето президента, наложенное на трудовой кодекс, но намерены его принять еще до выборов. История золотых поварешек для армии Литвы стала еще запутаннее. Производитель не продавал столовые приборы. В ближайшие дни Вильнюс может превратиться в одну большую мусорную свалку. Службы перестали вывозить отходы. На улицах появились роботы, которые заменят человека. Студенты придумали экзоскелет и уши для глухонемых. Щауляй празднует 780-й день рождения. Четвертый повлечения город Литвы гордится своей историей. Теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Даля Грибаускайте по приглашению федерального канцлера Германии Ангелы Меркель накануне в Берлине приняла участие в неформальном рабочем ужине, посвященном будущему ЕС без Великобритании. Цель встречи в Берлине, на которую также прибыли премьер-министры Латвии, Португалии, Мальты и глава Кипра, найти объединяющие, а не разделяющие Евросоюз сферы. Глава Литвы подчеркнула, что сегодня Европе как никогда раньше необходимо единство. ЕС переживает кризис доверия и идентичности. Не получая быстрых и эффективных решений по вопросам, охвативших Европу проблем миграции и безработицы, практически ежедневно испытывая страх терроризма, люди стали все меньше доверять Европейскому Союзу, отметила Даля Грибаускайте. Все это может способствовать еще большему укреплению в Европе сил популистов, евроскептиков и радикалов, которые хотели бы, чтобы и другие страны-члены ЕС последовали примеру Великобритании. Глава Литвы подчеркнула, что наша страна решительно выступает против создания каких-либо отдельных блоков внутри ЕС. Нынешний Трудовой кодекс отживает свои последние месяцы. На выходных Сейм решил заново рассмотреть новую социальную модель, на которую летом президент наложила вето. Голосование запровождал пикет у стен парламента, а оппозиция не смогла договориться, как действовать дальше. Забракованный президентом более либеральный Трудовой кодекс вновь оказался в центре внимания парламента. После ряда острых дискуссий, вернувшиеся из отпуска депутаты, подавляющим большинством проголосовали за повторное рассмотрение документа. Это значит, что с Нового года новая социальная модель все же вступит в силу. Вопрос лишь в том, будет ли учтена критика главы государства. Наш моральный долг перед людьми – принять решения, гарантирующие баланс конституционных ценностей. Мы одобряем главную цель этого закона – создать более благоприятные условия для бизнеса. Однако в то же время мы должны сохранить и социальную чувствительность к работающему человеку. Ранее Даля Грибус Хайс неоднократно утверждала, что новый кодекс выгоден лишь одной стороне – работодателям. Наложив на законопроект ВЕТА, глава страны предложила Сейму более 20 выправок, направленных, по её словам, на защиту прав трудящихся. После субботнего голосования, на котором Сейм решил рассмотреть пожелания президента, премьер Альгардас Буткевичес всё же выступил с критикой. По словам главы правительства, летняя ВЕТА стала ненужной преградой на пути к более современным рабочим отношениям. Я был бы очень удовлетворён, если бы перед наложением на закон ВЕТА за стол переговоров сели представители профсоюзов, премьер, министр социальной защиты и труда и представители всех партий. Скорее всего, в таком случае мы бы пришли к согласию, что подкорректировать, какие статьи поправить, чтобы президент ВЕТА не накладывала. Теперь не было бы такого хаоса и пикетов. Пикеты ждать себя не заставили. Пока всеми решалась дальнейшая судьба работающего населения, на улицу вышли десятки профсоюзников. Плакаты – те же, что уже не раз пестрили на площади независимости. Однако требование раздалось иное. Новый кодекс должен быть принят, но лишь с поправками президента. Только в этом случае профсоюзы не потеряют свою роль в решении трудовых споров, убеждены протестующие. Надо наконец-то понять, что там, где есть профсоюзы, уровень жизни и социальное обеспечение у людей совсем другое. И не правда, что профсоюзы останавливают прогресс, что здесь нет инвестиций. Это просто прикрывка большого капитала, который хочет здесь, чтобы люди работали за минимальную заработную плату по 12 часов. И вот это такие рабские условия труда. Мы против этих рабских условий труда. И поэтому поддерживаем ВЕТА президента. В противном случае борцы за права трудящихся пригрозили депутатам неприятностями на предстоящих осенних выборах. Если ВЕТА президента будет отклонено уже, знаете, что у нас 9 октября выборы, реально этот парламент уже ничего не изменит. Но избирателям, потому что у нас довольно часто спрашивают, за кого голосовать, мы, конечно, не будем предлагать, за кого голосовать. Но мы скажем, что вот те парламентарии проголосовали за отклонение ВЕТА президента и тем самым ослабили ваши социальные гарантии. Между тем, яблоко раздора прокатилось и между оппозиционными партиями. Как консерваторы, так и либералы проголосовали за повторное рассмотрение нового кодекса. Однако мнения, что же делать дальше, разделились. Абсолютное большинство нашей фракции высказывается за то, чтобы ВЕТА президента было принято. Тем не менее, несколько положений в поправках президента, таких мы и насчитали около четырех. Нужно будет подкорректировать, чтобы у инвесторов не возникли определенные проблемы, и чтобы положения о более гибких рабочих отношениях, которые позволяют создать рабочие места, были в новом трудовом кодексе. Либералы же выступили категорически против замечаний Дали Гриба в Скайте. В партии считают, что глава страны игнорирует интересы работодателей, оказав лишь заботу профсоюзам. На повторном рассмотрении новой соцмодели, либералы намерены голосовать за полное отклонение поправок президента. «Мы видим, что не было поставлено цели достигнуть баланс при подготовке президентских поправок, которых мы насчитали более 70. Большая их часть принципиально меняют кодекс и являются лишь эхом позиций профсоюзов, даже тех, которые не были согласованы на встречи трехстороннего совета». Повторно решать судьбу нового кодекса СЕМ приступит уже в этот четверг. Если парламент решит проигнорировать критику президента, со следующего года в силу вступит вариант закона, принятый СЕМом в конце июня. Для отклонения президентского вета необходимы голоса как минимум 71 депутата. В ближайшее время парламент также заново рассмотрит еще два документа, забракованные президентом. Закон об искусственном оплодотворении и о выдаче разрешения на проживание иностранцам. Сергей Шалкин, Игорь Конин, Первый Балтийский канал. Скандальная история с закупками кухонной утвари для нужд армии Литвы по цене, завышенной в 8 раз, становится все более запутанной. Производитель вилок, ножей и прочих инструментов объявил, что у него нет никаких договоров ни с армией Литвы, ни с посредником, который эти кухонные принадлежности перепродавал. Немецкая компания Körher FutureTech утверждает, что не поставляла кухонные принадлежности компании Notabene, которая позже продала их литовской армии, заявил менеджер по связям с общественностью германской компании. Компания не продавала продукты, о которых в Литве возникла дискуссия. Ни армии Литвы, ни компании Notabene. У них нет никакого права наклеивать на продукты этикетки с нашей товарной маркой, заявили порталу 15min.lt в немецкой компании. Отметим, что у аудита были вопросы не только, почему стоимость обычных ножей и вилок в 8 раз превышает рыночную стоимость, но и откуда на продукции других производителей появились наклейки немецкой компании. Ситуация стала интересовать и саму Körher FutureTech, в которой пообещали предпринять свои шаги, но только после того, как выводы представят литовские службы. Перевозчики отходов Вильнюсского региона бьют тревогу. На время может прекратиться вывоз мусора из жилых районов. Такая ситуация возможна из-за решения перерабатывающего отхода завода принимать лишь 10% отходов, которые ежесуточно собирают в столице и пригороде. Сегодня возле завода механической биологической обработки отходов выстроилась целая колонна мусоровозов. По решению оператора, а именно компании Energizman, с сегодняшнего дня вильнюсский завод на переработку будет получать до 70 тысяч тонн отходов в день, вместо привычных 700 тысяч. Заявление повлекло эффект разорвавшейся бомбы – 70 тысяч тонн. Это всего лишь десятая часть, а значит, город за несколько дней может превратиться в дурнопахнущую свалку. Администрация завода отбивается, мол, они и так работают на пределе, мусора слишком много, а все хранилища забиты до упора. Ситуация очень простая. По правилам, коммунарные отходы разрешено сжигать, хранить, либо уничтожать на свалке. Мусоросжигательный завод в Литве существует всего один, в который вся Литва сбрасывать отходы физически не может, ведь он не резиновый. У нас были подписаны контракты по хранению отходов с другими фирмами. Однако спустя три дня было принято решение прекратить деятельность. Мы, в свою очередь, не можем найти других способов хранения. Немаловажно, что хранить или уничтожать на свалке отходы нам запретили. Поэтому мы оказались в такой же ситуации, как и компания «Экосервис». По словам генерального директора «Экосервис», организация настроена продолжать вывоз отходов из жилых кварталов. Однако процесс может затянуться из-за того, что машинам попросту некуда выгружать коммунальные отходы. При этом в этом году были увеличены тарифы на утилизацию отходов. Именно из-за нехватки ресурсов завода, который и так фактически отказался исполнять свои прямые обязанности. Возникает вопрос, а должны ли жители Вильнюса платить за то, что не работает? Руководитель компании «Энергизман» в свою очередь заявляет, что были подписаны контракты с другими заводами Литвы на хранение отходов. Однако непонятно, почему они были ликвидированы. По его словам, критическая черта достигнута. Количество отходов так велико, что выехать в мусоровозы с завода просто нереально. «Информацию о временной приостановке приема отходов мы получили в субботу вечером. Поэтому сегодня с утра мы успели разобрать лишь несколько машин, так как завод принимает лишь 10% собранных отходов. В связи со сложившейся ситуацией образовалась пробка, и мы ждем, когда сможем разобрать остальные машины. В городе утилизация отходов парализована. Пока не принято решение администрации и местного самоуправления, и департаментом охраны окружающей среды мы не можем предпринять каких-либо действий. Наша работа заключается в том, чтобы привозить отходы на этот адрес и никуда больше». Если в ближайшие дни не будет принято логичное разрешение проблемы, Вильнюс может повторить сценарий итальянского города Неаполя и превратиться в одну большую городскую свалку. В самоуправлении Вильнюса на момент подготовки этого сюжета критическую ситуацию никак не комментировали, закрывшись глухой стеной молчания и не отвечая ни на письменные запросы, ни на телефонные звонки. Валерия Литвинова, Александр Кочегаров, Первый Балтийский канал. В Каунасе в минувшие выходные прошла акция по случаю Международного дня предотвращения самоубийств. На кафедральной площади и в окнах домов были зажжены сотни свечей в память о тех, кто добровольно расстался с жизнью. Ежегодно вокруг нас становится примерно на тысячу человек меньше. Примерно столько мужчин, женщин и детей решают покончить жизнь самоубийством. И хотя в последние годы эта трагическая цифра стала падать, по числу самоубийств на душу населения наша страна по-прежнему опережает большинство европейских стран. Психологи уверены, что немалую часть трагедии можно предотвратить. Однако этому мешают мифы и заблуждения. «Нередко считается, что заметить должны близкие. Тем не менее, в реальности не всегда так происходит. Потому что люди, планирующие совершить самоубийство, оберегают близких от этой неимоверной боли до последнего момента. Вклад должно вносить всё общество. Нужно обращать внимание на окружающих. Быть может, изменилось их поведение и привычки. И просто поинтересоваться, что их тревожит, не теряют ли они надежды». По словам экспертов кризисной помощи, у самоубийства нет лица. «Жертвы могут стать бедные и богатые, молодые и пожилые». Статистика гласит, что наиболее подверженная группа в нашей стране – мужчины. У психологов есть на это объяснение. Мужчины чаще, чем женщины, переживают утраты. К примеру, после развода дети остаются с мамой. А потеря статуса и авторитета больнее бьёт именно по мужской самооценке. С серьёзными трудностями сталкиваются в нашем обществе и дети. «Самая популярная тема среди детей – отношения с ровесниками или близкими. Также очень часто темой звонков бывают насмешки. Очень больно об этом слышать, что наше общество не способно само остановить насмешки и насилие, как в семейном кругу, так и в школах или на улице». По подсчётам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно с жизнью на всей планете расстаются около 800 тысяч человек. Организация утверждает, что каждое самоубийство затрагивает ещё как минимум 6 близких. Часто окружающие ошибочно полагают, что самоубийцами становятся лишь страдающие психическими заболеваниями. Активисты призывают помнить, что жертвой может стать любой человек, столкнувшийся с большими жизненными трудностями, и всегда притягиваясь друг к другу руку помощи. Сергей Шалкин, Первый Балтийский канал. В Вильнюсе всего на один день заглянули авторы Скайпа. На этот раз гости из Эстонии планируют новую технологическую революцию в области курьерских доставок. Серьёзность намерений продемонстрировал уже готовый робот-почтальон. Деятельность посыльных и поставщиков товаров сегодня выходит на новый уровень. Роботы в ближайшем будущем могут заменить людей. Причём с экономической стороны внедрение машин в систему доставки выгодно. Разработчики робота-почтальона уже посетили 12 стран, где демонстрировали способности машины. Вот и Вильнюс дождался гостей. Мы попали к вам в рамках большого тура. Мы были в Стокгольме, в Мармё, Штутгарте, Дюссердорфе. Мы уже побывали в 12 европейских странах. Это технологичная новинка – робот. Он создан для людей, для будущего в сфере доставки товаров. Авторы машины считают, что Вильнюс может стать прекрасным кандидатом на использование нового доставщика. В машину встроена карта, видеокамеры и навигатор. Заказывая на дом, скажем, готовую пиццу, к вам приедет не развозчик продуктов на мотороллере, а вот такой маленький робот. Разные компании разрабатывают похожие проекты. У них уже заключаются коммерческие соглашения. А этот небольшой шестиколёсный радиоуправляемый робот интересен тем, что движется он и по неровным поверхностям, а доставить продукт может даже на расстоянии диаметром 5 километров. Робот со всех сторон буквально утыкан видеокамерами, поэтому ему не страшны даже хулиганские выходки. Любое прикосновение к машине тут же фиксируется, а фотография и видеоизображения отправляются в центр управления, причём с указанием места нападения. Робот заинтересовал прохожих столицы. Он приспособлен для того, чтобы привозить какие-нибудь посылки. Ты открываешь там крышку в конце, берёшь то, что тебе нужно, и робот уезжает. Он выглядит невероятно, но я не знаю, может через два года, пять лет он появится у нас, потому что сейчас он выглядит слишком дорогим. Да, я думаю, это технология будущего. Я, как вы уже сказали, я впервые с этим сталкиваюсь. Ещё такого никогда не видел, но думаю, где-то через лет 20 это соплонить весь мир. Кроме впечатлительных жителей встречаются и скептики. Некоторые прохожие возмутились созданию робота на колёсах, ссылаясь на то, что с внедрением таких технологий людям нечем будет заняться. Кстати, робот-почтальон уже работает в Великобритании и работает в сфере доставки пиццы и продуктов быстрого приготовления. И вот что интересно, несколько дней назад разработчики робота уже подписали контракт с компанией Mercedes-Benz. По словам эстонских авторов проекта, при сотрудничестве с крупным транспортным концерном будет создана не имеющая аналогов в мире система транспортировки RoboVan с интегрированными автобусами, в которых роботы-почтальоны будут приспособлены к быстрой доставке товара в любой точке Европы. Ирина Высокович, Мартина Свитцбелес, Первый Балтийский канал. Но не только наши соседи идут в ногу со временем. В Литве также продвигают передовые технологии, а учёные на свои изобретения смотрят не менее прагматично. Интерес к науке и компьютерным технологиям прививается с малых лет. «Действительно, литовские учёные не стоят на месте. Привлекая в науку талантливую молодёжь, они занимаются разработкой технологических новинок. Знакомство с современными технологиями, благодаря энтузиастам, начинается ещё в детском возрасте. Одна из школ, где ребят знакомят с основами робототехники, находится на улице Гоштовту-12. В кружках этой школы занимаются дети разного возраста, начиная уже с пяти лет». «Обучаем детей 3D-моделированию. Одну из таких работ сейчас и выполняет 3D-принтер. Обучаем электронике, созданию роботов, программированию. К нам приходят после занятий в школе изучать современные технологии». Освоив программу инженерного моделирования, либо скачав проект с интернета, можно напечатать 3D-модель в домашних условиях. Правда, предварительно необходимо приобрести 3D-принтер примерно за 2000 евро и двухкилограммовый рулон термопластика стоимостью около 50 евро. И вперёд. Печать может длиться от нескольких минут до нескольких десятков часов. Например, этот голубой робот был распечатан за один час. «В конце этого десятилетия уже должны появиться такие 3D-принтеры на бытовом уровне». Вслед за школой робототехники эстафету подхватывает Вильнюсский технический университет, студенты которого под руководством преподавателей занимаются изобретательством. Например, экзоскелет, связанный с биомеханикой. Способен в том числе помогать при реабилитации людей после инсульта без дополнительной помощи медперсонала. Реабилитация больного, как нас заверили, может сократиться на 2-3 месяца. Его можно снабдить мышечными биосенсорами. Тогда человек сможет поднимать руку до определённого уровня. А если он вдруг почувствует боль, достаточно расслабить руку, и двигатель начнёт вращаться в противоположную сторону. Также эта система позволяет поднимать гораздо больший вес, например, для переноса парализованного больного. Это вторая версия экзоскелета, а на подходе уже третий, модифицированный вариант. И примерно через год его можно предлагать в промышленное производство, говорит представитель ВГТУ. А вот бионический протез кисти возвращает утраченную возможность пользоваться рукой, да ещё и добавляет сверхвозможности. Данная биокисть может вращаться на 360 градусов. Другая разработка студентов – это перчатка-переводчик языка глухонемых. Человек приходит в поликлинику, ему надо что-то объяснить. Он надевает эту перчатку, и данные передаются в мобильный телефон. С мобильного телефона можно слышать эту речь. С мобильного же телефона при помощи специальной программы можно управлять огромным пауком с снабжённым датчиками расстояния. В каждой лапе по три серводвигателя, управляющие движением. Демонстрируют современные технологии и балансирующие на основе сигнала акселерометра гироскопа «КОД» и табло, реагирующее на инфракрасные излучения. И, как утверждает зав. лаборатории, второго такого в мире нет. Я видел, например, в Ютубе, как-то что-то там делают люди. Но вот конкретно такого – это оригинальная вещь. Новейшие технологии широко используются в игровых приставках. Играя в современные компьютерные игры, уже не придётся привычно сидеть у монитора с кукурузой и газировкой. Теперь это ещё и немножко физкультура. Однако виртуально пострелять в цель или порубить мечом фрукты этого ещё никто не отменял. Андрей Танин, Игорь Конин, Первый Балтийский канал. В воскресенье в столице Литвы был проведён ставший традиционным марафон, во время которого практически весь старый город Вильнюса оказался перекрыт. И не мудрено, ведь в мероприятии приняло участие более 15 тысяч бегунов. Стартовали марафонцы с кафедральной площади, после бежали вдоль реки Нерис до парка Вингис. В этом году профессионалы, участники забега, должны были пробежать два круга, общей длиной 42 километра. Однако бегунам была дана возможность выбрать дистанции. Начинающие участники отправились по маршруту в чуть длиннее 4 километров или в 10 километров. Профессионалы выбирали дистанцию полумарафона в 21 километр или полноценного 42-километрового марафона. Малыши, проявившие желание пробежаться по улочкам старого города с родителями, были рады марафону, ведь поддержка со стороны друзей и близких их явно подбадривала. А о весёлых клоунах и говорить не приходится. Всего в забеге приняло участие порядка 15 тысяч жителей и гостей столицы. Забег среди мужчин выиграл, защитивший титул победителя, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Валдос Допольскас, который преодолел дистанцию за 1 час 7 минут и 40 секунд. Тем временем в городе-спутнике Игнолинской АЭС в Висагинесе состоялся 11-километровый забег под названием «Путь бабочки». Особенностью этой спортивной акции стало то, что её участники обогнули символический контур города таким, каким его задумал архитектор более 40 лет назад. По задумке архитектора город спроектирован в форме бабочки, летящей в сторону озера Висагинес. Город-спутник атомной станции должен был состоять из шести жилых микрорайонов. К сожалению, этим планам не суждено было сбыться. После остановки ИАЭС прекратилось и строительство города атомщиков. В результате символичная бабочка так и осталась без двух нижних крыльев. Инициаторы забега заявляют, что хоть и символично, но всё же удалось воссоздать идею архитектора. Маршрутом пробега, как бы дорисовав ей недостающие крылышки. А Шауляй в эти выходные шумно праздновал свой день рождения. В этом году город отмечает 780-летие. В честь юбилея город напомнил о знаменательных событиях своего величественного прошлого. Одним из самых ярких мероприятий стало присвоение имени почётного гражданина города Шауляй. Регалии достались экс-президенту Валдасу Адамкасу. В нынешнем году исполняется 780 лет со дня победоносного побоища Саули с 1236 года в борьбе Литвы с орденами меченосцев и крестоносцев. Для города Шауляй эта дата особо знаменательна, ведь с ней связывают имя города. В стихотворных хрониках Ливонии впервые названо поселение Саули. Так, дата побоища Саули стала датой рождения города Шауляй. В годы Первой и Второй мировых войн Шауляй почти полностью был разрушен, однако каждый раз возрождался из пепла. Ныне же, напоминая всей Литве о своей величественной истории, Шауляй празднует свой 780-летний юбилей. По случаю дня рождения десятки тысяч горожан и гостей города приняли участие в разнообразных праздничных мероприятиях. Одним из важнейших аспектов стало присвоение знания почётного гражданина города Шауляй. По инициативе мэра города в этом году этот титул присвоен Валдасу Адамкасу. Почётный гость рассказал, что вначале не полагал себя достойным подобного знака уважения. Городскому главе пришлось уговаривать его превосходительство. Тем не менее, президент признаёт, что это событие для него много значит. Ответственность, уважение, глубочайшие эмоции к вашему и моему городу. Говорю и моему, потому что с городом Шауляй связаны мои родственные линии и линии Альмы. Здесь живут близкие мне люди, много друзей и приятелей. Для меня поистине большая честь быть в списке почётных граждан Шауляй наряду с выдающимися педагогами, художниками, учёными, священнослужителями. Вместе с тем, большая радость осознавать, что с этим литовским городом, обладающим неповторимой историей, душой и лицом, меня связывают глубокие истинные связи. И когда я слышу от вас слова уважения и благодарности, то, знаете, эти чувства взаимны. Три праздничных дня в круговороте концертов и иных мероприятий горожане отмечали День города. Даже долголетние жители Шауляй подчёркивают, что такого многообразия развлечений и людского потока, как в этот юбилей, ещё не было. «Хотя я живу в Шауляй, но хочется пройтись по своему городу. Записалась на экскурсию. Все мероприятия очень интересные. Люди гуляют, улыбаются, все радостные, в хорошем настроении, красиво и очень радостно». «Город очень красив. Вышел погулять. Впервые столько людей вижу. Действительно, в обеденное время впервые вижу столько людей за все годы, что живу в Шауляй». «Посещаем мероприятия, угощаемся тем, что нам предлагают, что вкусно, что нравится, то покупаем. Встречаемся со знакомыми, приветствуем. Мы рады, что живём в Шауляй». Ну а жители и гостей города все минувшие выходные развлекали концертами исполнители популярной, джазовой и классической музыки. Тысячная толпа была в конец очарована заключительным акцентом праздника, сказочными, осветившими ночное небо над тёмной гладью озера фейерверками. Виктория Мироня, Индрия Гентилайти, Первый Балтийский канал, Шауляй. И на этом мы завершаем информационный выпуск «Литовское время». Далее вашему вниманию предлагаем новый многосерийный фильм «Медсестра». Я же прощаюсь с вами. Приятного завершения дня и до новых встреч на Первом Балтийском канале.